Сегодня больше не пойдет мне в данном институте, а по нашим коллективным усилиям, мы входит в предметные реакции по блоку юридейшн. Буквально три слайда с итогами прошедшего года по институту технологии образования. Эта таблица всем известна, она дает характеристику социум-мунитарному блоку. Некрасно выведены все позиции, где институт технологии образования занимает первое место по основному и новому критерию. Я считаю, что это достаточно хороший результат, учитывая, что еще три года назад мы были в зоне трезика. За счет чего, я думаю, может присутствовать новый двоих департаментов образования, но я думаю, что за счет чего нам удалось это сделать. Прежде всего, у нас привели достаточно серьезную реализацию штатного расписания. Четыре года назад мы имели минус 56 ставок по внебюджету, это был очень большой перебор. Сейчас мы уже в плюсе и для сравнения. Каждая внебюджетная ставка по моему расчету 400-500 тысяч рублей от заработки в одном доме. Поэтому тот внебюджет, который мы в дом зарабатываем, он спитается, к сожалению, вот эти нерациональные задания ставки вниз, а при оптимальном подходе, ведь известно, можно приобретить на науку. Мы выстроили свою умную внутреннюю мотивацию. Я думаю, коллеги, я готовы вывести семинар, так как мотивация, используемая в нашем ходе, достаточно проста и непонятно, но в то же время она как-то результаты нашего развития, говорят, займет за себя. Сутью было, что мотивация вылетена полностью из-под влияния как директора, так и заведующих кафедрами, и каждый в предварительных за 1,5 или 2,5 получают соответствующие бонусы, и затем они принадлежатся. Просто, скажу, для сравнения, что представление о квадратном времени, как выдаватель получает, потому что получивший и не получивший. Время для того, чтобы он видел, как изделяются эти средства, поэтому доверие в коллективе сформировалось, и 90% преподавателей в этот процесс вовлечены. Еще один важный момент, насчет чего мы смогли достичь оптимизацию, это применение нового организации занятий, это оптимизация учебных планов, и, как ни странно, новые формы проведения занятий достаточно хорошо принимают студенты. И буквально недавно были подведены итоги опроса, рейтинга подразделения КСУ, преподаватель от вас, в глазах студентов, где наш институт тоже задает первое место, и о том в этом время такой достаточно интересный показатель нашей деятельности. Что касается научной деятельности, то публикации, взрослый публикации, заметный у нас публикации, он связан, прежде всего, с созданием внутренней политики, поддержку традиционной активности, о которой я тоже буду говорить. С какой целью я об этом сказал? Для того, чтобы, решая задачи, коллективную задачу по ухождению в блок-эдикейшн, мы могли бы при желании, при поддержке лекарств, коллег моей дать эти методы и на другие институты, где, наверное, мы смогли бы достичь такой концентрированный коммунитивный институт. В то же время есть у нас какие-то проблемы. Мы говорим сегодня откровенно, это низкий балл в сравнении с другими подразделениями по Казанскому федеральному институту. Но при этом отмечу, что в рейтинге качества приема ухозы наше направление, число-логопедорическое образование, второй год, который будет лучше. То есть в КФУ, к сожалению, мы уступаем таким востребованным специальностям, но по своей группе мы, по-моему, всего лишь три. Но при подготовке в КФУ, они имеют такие показатели. Поэтому это тоже относительное благотворение. Сказательность будет расти. Низкая эффективность от первого уровня. Совет, к сожалению, у нас находится в таком полнотворительном состоянии, поэтому это тоже повод, наверное, для критики в наш адрес. Эта проблема имеет место в низкий процент на травм института, отсутствие реализуемых антроизычных программ, и низкий исходный уровень международного сотрудничества. Дело в том, что 3-4 года назад мы просто не знаем, с которым приглашали по программе развития тогда, но эту проблему мы сейчас в дальнейшем решили. Скорее, почему не кишин? Выбран в качестве одного из пределетов. Я продолжу слова уважаемого ректора. Дело в том, что рейтинги – это не то, что какое-то такое формальное место. Достижение места рейтинга, прежде всего, предлагает серьезную исследовательскую образовательную, снижательную трансформацию. В принципе, чем мы и занимаемся. Поэтому задача проведения рейтинги связана с очень серьезным переформатированием нашей деятельности как в образовании, так и в науке. Почему? Education. Коллеги, сами того, наверное, не ожидая, мы получили просто феноменальную, удачную ситуацию в блоке, в образовательном блоке в нашем университете, когда были объединены два педагогических университета. И сейчас доли нашего университета, методического образования, составляет уже 16%. И одно из исследований, которое анализирует процесс рождения в Рейтинге, показывает, что необходима высокая доля той или иной образовательной программы, то есть не менее 10%, и, по-моему, коллега в студенте об этом уже говорил. Вот мы имеем очень выгодную и исходную ситуацию, когда даже без, по сути, каждой преподаватель, это педагог, даже работающий на классических специальностях, только в рейтинблоке мы имеем такой очень большой удивительный риск. Кроме того, одним из факторов нашего впечатления, я больше говорю о нашем опыте, говорит о торжественности и явленности наших моделей зарубежным практикам, которые сейчас реализуются в мире. И наш университет имеет уникальную систему подготовки учителей, которые достаточно многогранны. Мы сейчас имеем 5 вариантов рождения в учительскую профессию. Мы лидеры в Российской Федерации, и самое главное, мы понятны нашим доверённым коллегам, и последний опыт предложения по законничеству это подтверждают. Еще один аргумент использования кейши. Наш уменьшитель очень большой. Мы имеем массу направлений, которые в настоящее время в этой области, я говорю о кубикейши, не очень глубоко скоперировать между собой. И вот в этой области, конечно же, при условиях, при комперации, прежде всего с медициной, о чём я буду позднее говорить, мы можем дать очень хороших результатов. Еще один фактор связан с тем, что так получилось, по сути, наверное, мы, кстати, третий в России по численности студентов-педагогов сейчас в настоящее время. Но в не условиях классического, традиционного медиагогического вуза, а в условиях классического университета. И, по сути, мы единственные в России классический университет, который имеет высокую долю педагогического образования. В то же время педагогическому образованию наслаивается классическое образование. И вот в этом синтезе, в этой комперации, в этой сотрудничестве как раз-таки лежит одна из причин нашего успеха. Поэтому в этой связи я считаю, что сфера Юрьких она очень близка для каждого структурного подразделения нашего университета. И в этой связи мы можем достичь очень большой кооперации. Еще одно важное компонентное преимущество. Коллеги, я говорю об опыте. Дело в том, что 4 года назад, когда мы перешили, и мы не знали даже, как позиционировать эти университеты, а вот сейчас эти поездки, участие конференции, они дают свои плоды. И, честно говоря, я убежден, абсолютно убежден, что мы очень конкуренто способны в сфере педагогического образования. И мы имеем такие атрибуты педагогического образования, которые отсутствуют даже в ведущих западных университетах. Тот полный цикл педагогического образования, включая лица и центры повышения квалификации для других подразделений практически, наверное, не имеет ни один университет мира. И маленький пример. Когда мы предлагаем право членового сотрудничества, например, немецким коллегам привести исследование ценностей, эволюции ценностей учителей, для них это большая проблема, потому что обследование, анкетирование учителя сближено с большими формальными доступами и так далее. Но наш центр, через который ежегодно проходит пять тысяч учителей, дает нам возможность такие исследования проводить в течение месяца, получать материческую базу, в данный момент, это тоже очень важный, притегоритный момент для раздражения и так далее. Еще один момент связан с тем, что благодаря не только программам основного профессионального образования, но и нарушения квалификации в области экономики, нацизационной искуски, идеологии, и ряд многих других направлений, мы можем иметь достаточно большое поле взаимодействия и развитую систему, которая, я повторюсь, еще более является большой яркостью для других университетов мира. В этой связи, ну, наверное, в эти месяцы нам, в Штатах Катове, что-то я прекрасно помню, была ваша идея, нам просто повезло в том плане, что для гуманитарии с Арием в 21-м веке это с моей точки зрения исторический шанс. Когда я не строю, еще несколько лет назад мы были, наверное, на втором плане и не так серьезно к нам сейчас, когда в нас повезли, когда благодаря САИ мы можем получить достаточно серьезные ресурсы для своего развития, я думаю, мы сможем действительно витабилизовать те планы, которые стоят среди детей. И вот такой, буквально на ходу такой образ. Два минуса в виде педус умноженное дает плюс. И сегодня, наверное, вот эти отягощения, которые видели несколько лет назад в ТВУ и ЕГУ, они раскладываются уже как высказали. Участие в этом проекте 5 топ-100 позволило нам совсем поменяться. Посмотрение на нас со стороны, как я про Луку говорил, записывание, посмотреть, кто мы такие и чем мы гордимся. Ностальгирование только по собственной истории, извините, мы к этой истории не причастны. Мы к этой истории только пользуемся теми результатами, которые мы живем и находимся в здании, которое спроектировано по проекту Лугачиста. И все. А дальше почему? А мы там после себя кого оставим? Поэтому, когда говорят о минусах, действительно, мы так рассматриваем, потому что рейтинги, по сути, они предназначены для институтов университетов. Там нет измеримых образовательных параметров. Вот если там был параметр у вас аккредитованных специальностей, тогда все скажут, у нас все направления подготовки аккредитованы. Мы говорим международная аккредитация, а для университетов Англии, допустим, такого же понятия нет, они же не аккредитуются в Российской Федерации, или там в Африке или еще они получили пару, и там совершенно, когда мы другие, вы можете представить, что Гавр пришел в чиновник с минутой науки, или там откуда ты, или губернатор, и учил как заниматься развитием университета, или чего их наделать. То же самое когда если со спортом, вы знаете, никто же не учит как заниматься футболом, либо хоккейом, но у нас это принято. У нас каждый может выйти сказать, вы ребята плохо играете, надо бы вот так, лучше так на самом показывать, как это делать. То же самое в этой ситуации. Поэтому действительно, на первой сцене мы рассматривали, когда мы шли 5 топ-100, что гидаргетическое образование проведя определенный свод анализа, то оно никоим образом не может влиять, поскольку количество публикаций не такое большое, даже если публикуются журналы не с таким высоким импакт-фактором, поэтому те приоритеты, которые были особенно медицинские и все, что связано с живыми системами, мы говорили, хорошо, мы выбираем огромное количество публикаций, в этой серии, найдутся обязательные люди, которые так или иначе обратятся к нашим публикациям, мы поднимем, цитируем, мы будем знать, хоть будут критиковать, или нет, тоже будут знать. Никто не помнит, сколько делений в Массаде, если как раз задолжил, вчера, кто-то там в области появился, что мы стояли и делаем завтра в Моргус. Во-первых, здравомыслящий человек должен сказать, что зимой ставят, никто не делает. То есть, если там кто-то машину Мастел, а ты говоришь, что организованную ставят, у нас он, хотят во всех дворах машины ставить. Никто же не говорит, что во дворах стоят, а мы формируем. Хотя, я еще раз говорю, это наши федеральные земли, это наши прерогативы. Раз мы живем в Морге, мы все сделаем с учетом интересного города и окружения, которое вокруг нас есть. Но то же самое и здесь. Федерное название, может быть, по нашему недоразумению, может быть, не сразу, но прошли мы потом. И любой, кто занимается экономикой, наверное, здесь, соотанализ проводится именно для того, и задачи стоят, и слабых сделать сильную сторону. И вот здесь тоже, благодаря большим усилиям прежде всего потому, что команда профессора Калеморина здесь делает, другие, кто работает. Видимо, обида у людей, занимающихся сферой, разыгралась. Мы всегда так, мы пытаемся. Если больше чего-то добиться, надо взять человека, которого раскатиковали эту возможность проявить это. И вот здесь проекты на самом деле показали, что это направление может реально приобрести ощутимый план. и оно принесет, во-первых, это требование времени и отношения к учительским кадрам. Нельзя говорить, что они плохие, поскольку я имею в виду тех людей, которые в школе работают. Никто своего учителя плохим никогда не назвал то же самое, как давать оценку своим родителям. Когда это ребенок, надо просто решить статус этой фамилии и с вами. А то плохо к своему отцу или к моне. Какие бы они ни были, это оценку дает другим. То же самое. школа, когда каждый начинает учить учителя как подходить, насколько дают оценку правитель, который кое-как пишет, извините, иногда жалоб заявления писать не может, приходит и говорит, учителя у вас плохие. Ну, человек все хорошие, они учителя, люди своего времени. И соответственно они готовят на сегодняшний период именно тех людей, которые дальше дотармируют в университете. Либо жизнь. Поэтому наша задача, прошу не обижаться на эти минусы, я дорожная карта лежу впервые, но разговор идет о том, чтобы как из системы, которая не вписывалась в проект рейтинга, ну, или дорожная карта, проект топ-100, сделать так, чтобы после объединения усилия оно начало быть двигателем этого процесса. Коллеги, еще одна важная проблема в плане экономической репутации, это те исследования, которые мы проводим в сфере образования. К сожалению, ну, российская Союз, которая является, наверное, продолжателем советской педагогики, находится в большом кризисе в исследовательском плане. и те проблемы, которые мы поднимаем, честно говоря, я по образованию историку, вы знаете, только исторических наук, и когда я стал анализировать тематику и вела, и здесь, занимаются гуманизацией образования, коллеги, историей образования, учат, как это сделать, а как это сделать, получается, никто, в принципе, не знает, поэтому нужна там проблематика, которая была бы интересна, которая бы зарпредствовала международным трендам, и которая была бы публикуема, и на основе возможно было бы организовывать совместность родительных исследований. В этой сфере, я надеюсь, мы проведем еще семинар на полипредметность, но вот четыре только проблемы, которые сейчас на мой взгляд достаточно перспективны. Это само педагогическое образование, я еще раз говорю, в естественно научном блоке это уникальные условия мы имеем, в которых заведут многие зарубежные коллеги. это просто культурное и этно-конфессиональное образование, это вызовет глобальный вызов современности. И тот проект, который сейчас мы начинаем с Институтом международных отношений в истории и встоковеднике по адаптации детей в мусульман и грандов, он тоже списывает эту проблематику, потому что те проблемы, которые могли бы быть очень хорошо позиционировать на университетной международной арене. Еще одна важная проблема на международных расстанциях, это трансформация нашего вуза как такового. Мы сами реализуем сейчас гигантский эксперимент, перестраивая казанцев федеральный университет. Даже компетентная структура, новые технологии образования, новые формы организации, это тоже то, что вполне конкурентно, то, что интересно другим коллегам, и здесь достаточно трудно успешно развиваться. Но самое главное, вот это выделено в красном квадрате, это большой ресурс для продвижения как у родителей в Киши, это медицинское образование. И здесь тоже судьба благоволит нам, потому что активно развивается медицинское направление, но развивается исследовательство в Киши, а в образовании в Киши, если имеются большие проблемы. И вот посмотрите, обратите внимание на следующий слайд. Топ-20 журналов в Киши. Девять из них это журналы по медицинскому образованию. Причем Евгений Николаевич Киргель большинство седенных журналов в Кухово-1 делают не более 200 публикаций в год. То есть не очень жесткая рефлексионная политика. Все эти журналы, причем они относятся в хорошем категории, они публикуют более тысячи статей. вот здесь конечно бы наверное мы могли бы с нашими медиками неплохо поработать. Следующий слайд. Посмотрите внимание на статистику. Университет Дорога сейчас является лидером в медиа по количеству публикаций в разделе «Тюгиша». И 30% публикаций, то есть наверное львиная заслуга в прорыве лежит на журналах журнал симуляции здоровых сбережений. То, что в принципе у нас есть, понимаете, есть, но то, что мы к сожалению пока не используем. И буквально натянька значит переписку с резвановым, то есть я направил материалы по этим журналам и я чувствую ответный острик, я думаю наверно в этом направлении будем работать. Обратите еще внимание на этот слайд, да? Например, один из ведущих журналов по медицинскому образованию Академии Медицины. Россия ноль. Медик ноль пишет. Россия ноль. Для наших медиков это поле, это поле еще не занятое в России, где мы могли бы достаточно успешно себя позиционировать. И я уверен, что публикации пойдут, потому что если в этом журнале даже банально не было публикаций в России, интерес к этой стране есть. и я буду сказать позднее, мы предлагаем даже создать рабочие группы из одного медика, из одного педагога, педагог, который бы описывал тот процесс, который делает в медицине. Даже по поводу главной врачи, даже организация практик и так далее, даже уход за больными и так далее, психологическая поддержка. Это очень интересная область, где, наверное, может быть мы могли бы работать не только с институтом язвы, но и непосредственно с вами, тоже делаем эти публикации, наверное, когда психологические переживания двойного, что происходит, это все публикуется и это все интересно. Еще, следующий слайд, коллеги, мы не только с медициной кооперируется блок людейшин, и это только часть информации, я готов его заслать, с какими блоками мы можем кооперироваться, с какими областями мы можем кооперироваться в людей, с информатикой, с математикой, естественно, научный блок, филология, экономика, минус, журналов достаточно много. Всего в блоке журналов по-моему более 1200 журналов. Но это работа провели. У нас есть даже анализ публикаций, который, например, я дал тоже Рисвану, о чем ниже получается. И в принципе, достаточно близко и понятно для наших медиков. Поэтому я полагаю, наверное, после 18 марта организовать семинар, где мы могли вот эти еще неиспользованные возможности при нашей организации все бы поставить на благо движения в этой области. Поэтому это вполне реально можно сделать. Кстати, журналы корривируются и по категории У. Я официально анонсировал, если журнал в категории находится в обуслево медицине с У1, то он и поэдюгейшн с У1 получается. То есть они достаточно равновесны. И о чем говорил Андрей Павлович в свое время, в данном случае мы работаем друг на друга. Этот журнал идет и в медицину, он идет и в образовании получается. Мы опять здесь только операции, которая нужна, ее пока в сомнении нет. И здесь мы, наверное, об этом уже поговорили. Теперь, следующий момент касается ученых, 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 как правило, это конференция, самым определенный опыт, это северный гипр, которые организуют компании. Но, вы знаете, даже участвовать в конференции, мы пошли, они были нужны на своем этапе. Это знакомство, это опыт, это обрабатывание, выступление. Но сейчас, например, Министерство психологии образования, мы из этого блока уходим. И посмотрите, прогресс, какой у нас намечается, происходит. Если мы несколько лет назад не знали, куда поехать, то сейчас я точно знаю, в каких конференциях должны участвовать мои коллеги. Причем, это конференции лидеров в области юридейшин. Это там, где собираются топовые ученые из топовых университетов. И здесь, конечно, любить компанию оказаться это большая честь. Это как раз и детал узнаваемости. Что касается даже опросов репутационных, ученые из классового вуза, это маловероятно что он участвует в этом опросе, получается. Нищи не можем дать тебе хорошую характеристику там получаются. Его, точное зрение, просто не будет учитываться. Поэтому оказаться в компании серьезных ученых, а как оказаться, я скажу позднее, это тоже очень важная задача. Поэтому на мой взгляд, мы поступаем достаточно правильно, прекращая командирование преподавателей на конселенции, которые неоприятны изнародным сообществам. еще на конференции мы проводим очень много. Благо, сейчас другая форма отчетности по ППК, мы должны просто набирать определенные баллы, сколько конференции, но какой опять-таки урок от этих конференций, где может быть два признаков ученых, причем опять-таки не очень, они может быть нужны, но нескольких действий вхождение в международные рейтрики. Поэтому наш первый опыт этого года в организации действительно такой, ну, приближенный к международному формату конференции. На данный момент, она будет выходить 19-21 мая, мы хитрим, это будет три конференции с сетевита, для того, чтобы привлечь как можно больше иностранных ученых. На данный момент 22 страны, представители 22 стран, заявили в участии в нашей конференции. Для нас, я не знаю, наверное, есть такие примеры, но для наших всех, для педагогики, для образовательных это, безусловно, очень большое событие, и эта конференция должна стать ежегодной, брендовой, для того, чтобы знали, мы сразу же делаем информацию на программе о конференции уже следующего года, и, наверное, эта стабильность тоже показать нашу узнаваемость. Еще одна особенность этой конференции, я думаю, наверное, по крайней мере, я еще об этом не слышал, но это тоже новшество. Мы приглашаем редакторов и членов предколлегий и гурналов, которые индексируются в базе данных скопута. Это была большая работа, потому что из десяти попыток только нам началось успехов. Ну, а сейчас мы имеем представительство 12 гурналов, которые приедут на нашу конференцию, которые будут находиться на оказывается от издания никому не нужных тезисов этого инструмента заочного участия, которые не нужны. Это реальная конференция, где будут сидеть представители журнала, и если наступление нравится, еще один фактор мотивации к развитию наших преподавателей, тогда наверно будет сделано я лично как исследователь и как я такой опыт имею уже в таких предложениях. Коллеги мои также находятся в этой ситуации. Поэтому я думаю приглашение редактора журнала к нам опять-таки это позиционирование и более того отдельные редакторы уже даже размещают логотик в нашем инференции. И практически каждый журнал даст информацию о нашей конференции, о выступлениях и так далее. Это тоже наше позиционирование. Следующий момент. Ну, нам изучать английский язык. Дело в том, что хотим мы не хотим, но для того, чтобы мы были понятными, надо делать выступление наступление. Поэтому мы наладили очень хорошую операцию. Во-первых, у нас есть целый отделение сейчас получается на институт Роминия Равиловича, да, где в принципе мы можем создать опять-таки небольшие такие рабочие группы, когда выступление готовит ученый, а выступает уже его коллега, как правило, они все кандидаты для речи наук, я так выступают это тоже позиционирование и мы до 40%, не менее 40%, это будет жестко требование сделать на английском языке. еще из Лондона, он сказал, что о about review знают уже и здесь получается. Еще один пример, ну, недавно математики знали имя Мурата Ашкевича Чешанова, он работает в Техасе, он написал, что вернулась коллега из Калифории с конференции, где говорили только о нашей конференции. Вот такие какие-то совершенно незаметные эффекты по подвижению, дело в том, что нам есть что показать, но нас не знают, и поэтому мы их вопрос решали. Еще одна серьезная наверное аспект движения, это приглашение международных исследовательских организаций. И три очень крупные организации стали нашими партнерами в этой области. Например, организация ИСЭ, она имеет 8 собственных журналов, которые инвестируются в Азии в данном скобусе. Эти организации приезжают, они смотрят и размещают на своих страницах тоже информацию замечают нашим моготипом. Я считаю, это не просто, потому что не все соглашаются, но тем не менее при усилиях это происходит, поэтому конференцию мы готовим очень тщательно, я думаю, она удастся. Еще один путь это приглашение конференций ежегодных мировых конференций на площадку Казанского Федерального Университета. Здесь опять-таки пока нам очень неплохо складывалось ситуация профессора Валерьева была на 29-й конференции этой организации в Глазбург в начале января и в мае мы ждем президента этой ассоциации International Congress в госкул мы ждем к нам и мы сейчас готовим заявку на предложение этой конференции в наш город уже в 18-м году. Причем россияне ни разу еще не были, россияне очень серьезные и наверное опять-таки мы опережаем которые хотели бы их пригласить на свои площадки поэтому Михаил 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 здесь конечно же мы очень рассчитываем и на вас потому что конференция действительно целитетна еще один момент связан с предложениями юрберских ученых к нам я подчеркнул что честно признаюсь ну кого мы только не приглашали в 11-м году для того чтобы у нас были показатели это были Болгары Поляки Казахи в лучшем случае Прибалки сейчас у нас проблем с тем кого пригласить потому что у нас есть уже определенные рекомендации а начинали мы с Рашни редактора Бриджи Жерналков Великой технологии он увидел что у нас не так все плохо представил президент Ульяновской ассоциации приехал он представил нас Оксфорду Оксфорд представил Мочеганов и дальше начинаем уже все нарастать и нарастать поэтому то что мы теперь приглашаем сказать достаточно известных ученых это тоже для нас очень важно это большая задача но хотел бы сказать о управлении вот наш опыт к сожалению невозможно ну и не получается пока привлечь таких действительно авторитетных исследователей для работы на более длительное время они востребованы их изменительно немного кстати области юникейшн хирши достаточно невысокие приглашают кого-то из там из восточной округи и так далее зачем это нужно поэтому возможно о чем говорил лектор это онлайн общение может быть это вебинар это такая другая форма но здесь мы пока находимся в процессе еще еще один важный момент который мы для себя открыли для того чтобы нас принимали адекватно мы должны быть понятны мы должны как-то наверное соответствовать той или иной позиции опять-таки международного практика и то что у нас есть несколько моделей кстати традиционная педагогическая модель которая была у нас осталась в это время она практически в мире не раз в Германии в одной земле которая раньше входила состав ГТР осталась специально учителей практически там лет вот то что мы имеем уже не такую традиционную советскую модель а совершенно иную и достаточно неплохо преподносим это тоже большой шаг и вот в этой связи в продвижении этого года это создание новой формы организации педагогической магистратуры когда она объединяет ее здесь кстати на следующий год это тоже мы будем иметь 50 прием бюджетный на магистратуру и на луну это очень хороший такой фактор для нашей позиционирования причем мы можем этот хочется преподносить и далее как мы будем устраивать всю эту работу но признаю честно работа идет не очень-то просто потому что с коллегами своих институтов здесь я свою точную рельсу для лекторов особенно естественно научного цикла в англические педагоги нормативы учебной нагрузки достаточно были более либеральные чем в ТГПУ они спятались за вашей спиной и то что сейчас предлагаем даже в плане формирования учебной нагрузки для этих не устраивает поэтому мы проводим после 18 марта очень серьезное совещание то есть народ я считаю что в данном случае несколько избалован и не хочет как-то работать в этом направлении поэтому педагогическую магистратуру мы сделаем и я думаю летом у нас уже будет несколько семинаров одни несколько учебов ученых из Главы и Дублина приезжают раньше на конференцию и мы будем специально работать по педагогическому магистратуре для того чтобы сформировать модель которая соответствовала бы международной практике важный региональный момент это это новшество для нашего вообще я думаю наверное для российской системы статистического образования мы здесь на этот 16-й год мы все бюджетные места в министературе мы поделили уровень между институтами но правда убрали отрублевать потому что по ряду специальностей были три аналогичные программы и не случайно это в этом году примерно 20 штатных ставок уже первый год работы экономики это тоже достаточно я думаю существенно но на следующий год если поддержите вы если поддержите министра образования мы хотим положить допустим и распределение условно говоря министерство как наш главный заказчик решает что психологи например педагоги психологи ему не нужны в этом году а нужны ему математические физики и они просят не 10 мест отдать на педагог на математику а 50 например нет это очень гибкая модель реагирования на потребности для генерального труда причем достаточно быстро это не это двухлетняя магистратура а не четырехлетний бакалавриат поэтому в этом плане наверное мы тоже можем быть достаточно эффективны для региона и я уверен что учитывая что сейчас острая потребность учителя физики математики химии вот в этих направлениях если специальности не востребованы наверное не стоит наверное развивать потому что опять-таки на какой в этой работе это совершенно непонятно еще один момент это вступление в авторитетные международные сообщества в этом году мы вступили в британскую ассоциацию исследования образования вернее в прошлом году в этом году вступаем в ИСЭР и европейскую ассоциацию исследования образования это тоже узнаваемость позиционирование и еще один важный момент это доступ к ресурсам этих организаций это рассылки припляжные с публикациями с тематикой с приглашениями и так далее все это в картине сгусит которые есть в сфере эдюгейшн наверное ключевой момент который связан с нашим позиционированием это организация совместных сетевых исследований наш опыт показал даже прорвавшись на крупную конференцию а иногда бывает так ты планируешь деньги а твой этот план не отбирает даже прорвавшись в качестве индивидуальных наступлений мы практически оставались нами завечены когда мы организовали в 14-м году первую отдельную симпозию на британской ассоциации в Лондоне я честно скажу было 15 человек потому что нас не знают и потому что в это время десятки другие интересные секции и люди выбирают там где им более интересно поэтому мы здесь изменили тактику мы создаем совместные сетевые исследования и когда уже на крупной конференции мы выступаем в группе серьезных университетов как например будет Алладеса в апреле в Вашингтоне на этой конференции будет крупнейшая конференция мира Американская Ассоциация исследований в образовании 15 тысяч участников у нас будет отдельная симпози вместе с собственными университетами 11 стран и 10 минут выступления будет выступление профессора Валеревой в пользу данного создается монография коллективная о модернизации вот это кстати главная проблема для всех стран во всех странах идет конформация подготовки учителей и в этом серьезном издании будет раздел и по России который будет представлять уже казанский федеральный университет мы выстроили несколько исследований это очень непросто потому что не просто их заинтересовать это исследование нужно провести но важно что мы заинствуем их методики как они это делают как анализируют и на основании этого мы сейчас сами организовали крупностевое исследование о трансформации петербазования на постсоветском пространстве для того чтобы мы опять-таки имели эмпирическую базу для того чтобы мы имели то исследование которое будет интересно при его направлении на ту или иную конференцию эти исследования они представлены вашему вниманию кстати очень перспективные исследования средствами техническим университетом это университет похоже на наш созданный результат сияния нескольких и тоже имеет очень большой блок педагогического образования 14 процентов поэтому вот я думаю ну то что процесс пошел это для нас очень важно кстати нас начали узнавать буквально за последнюю неделю мы получили приглашение с оплатой проезда в Болгарию в Болгарию в Казахстан с облаширной работы получается и приглашают в Германии в Германии началась реформа педагогического образования и из них все это маркует приглашают наших коллег с оплатой работы ну может это для кого-то нормальное явление но для педагогики я уверен это редкие пока примеры когда нас начинают воспринимать как очень интересных партнеров которые оплачивают все расходы до их пребывания следующий момент связан с индексом акцентирования он тоже важен но и реальному взят вторичную роль поэтому здесь мы я сейчас скажу что мы здесь делаем но одна из слабых таких наших позиций это мы очень низкого старта в том плане что публикации у нас в последнее время не было цитировать просто нечего поэтому здесь мы найдем первый этап набора публикаций который мы начнем потом цитировать он займет определенное время здесь хочу показать 5 пикет чтобы не быть голословным что происходит в мире вразилии пикет первое место занимает университет торопа это свободный показатель публикаций за три года 13-го по 15-й год первое место феноменальное рост это университет торопа но посмотрите 99-ое место и 100-ое место это примерно 330 публикаций то есть в год 110 публикаций мы имеем почти 500 преподавателей которые работают в педагогической сфере если бы один в год выдал нормальный продукт в виде качественной публикации по первому нигде такой массы преподавателей которые концентрируются в области педагогики практически ни в одном пути нет у нас опять-таки редкое такое преимущество но мы пока на них показать не можем мы имеем всего лишь пока 63 публикаций но что мы будем делать до этого опять-таки слайд университета торонто 5 журналов которые имеют наибольшее число публикаций университета торонто и 4 из них по медицине следующий сайт это 100-ое место видите гусс отстает это университет он отстает и публикации о медицине уже нет то есть наверное подтверждение опять-таки необходимости развития области медицинского образования московский государственного министер кстати единственный российский вуз который ходит если не ошибаюсь 100-200 по разделу индукейшин но какова ситуация вот пункт из этого я заявил из 120 публикаций 88 сделаны в журнале теории и практики физической культуры это наш российский журнал и тем не менее публикации никак не парилируется с местом в этом врате понятно что это специально в выпуске это как они делают мы тоже прекрасно это знать но удивительная публикации высшая школа экономики по направленности публикации ситуация улучшена но у них тоже есть одно преимущество они имеют свой журнал где это кооперативный журнал несколько издателей в том числе и они раши любих конца сайта и сейчас последние публикации они проводят через этот журнал и принимают тоже и наши публикации и вот наш отказан смиру посмотрите как складывается картина публикации это коллеги залог дальнейшем успешном развитии у нас нет греба мы не консультируем сколько на одном журнале как гости как поле полета тысячи культуры а мы достаточно широко широкой полетой берем если нам есть свои минусы рейтинг российских вузов по количеству публикаций в области детей это данные на 25 февраля и новость которая нашокировала буквально два дня назад два дня назад сайфал был обновлен и с третьего места нас потеснил казанский химико-технологический университет за счет чего за счет дольных конференций это еще раз подтверждает что численность публикаций понятно что в хатрии но мы сделаем сэпидюкишем никогда ассоциироваться не будет но это подтверждает что просто публикации они своего не играют играют индикации которые делаются в топовом журнала и категории У1 и У2 еще один важный момент они то есть они везут у себя конференции которые за тех интексируют это по инженерному образованию по инженерному образованию и вот три конференции буквально они их не интексировали они неожиданно появились в этой системе но это некие публикации журнала которые не относятся никакой калифории но тем не менее работа у них быстрее потому что цитирование обратите внимание у них достаточно неплохое видимо у них работает отдел который занимается вот этой организацией взаимных то есть больше влияет отношение к нашей стране к инженерному образованию к системе и точно такая же ситуация возникнет обратите внимание это будет работать в связи с подготовкой 2019 года как готовить по рабочей специальности поэтому это будет тоже как с цветов от тренда до 2019 года до момента здесь нужно использовать раскрутку проведения данного мероприятия да и участие конференциях посвященных практике подготовки по рабочей специальности в важный момент который мы тоже учитываем и который наверное стоит гарантии важны не только публикации но и направлен предметное поле которое происходит облако в области идюкейшн для них посмотрите ключевые понятия для уровней идюкейшн идюкейшн в правом углу российское облако тегов российское образование у нас ассоциировано с таспортом да с тренировками с атлетами то есть это потенциально тучковый путь для того что Московское государственное университет что происходит у нас посмотрите теперь наше облако тегов да то есть мы смогли заложить нормальную тенденцию совместно с ведомством Евгений Николаевич смогли заложить нормальную тенденцию фундамент нормальной для развития и поэтому понятия которые характеризуют казанский федеральный институт они адекватны тем понятиям которые существуют в мире студент студент но при этом сейчас начали формировать свое предметное поле которое называется teacher education для того чтобы казанский федеральный университет в этой системе ассоциировался ну лидерам стерообразных лидерам я думаю вот с лекциями работаем я думаю мы наверное эту систему выискаем количество публикаций база данных фокус которые мы сейчас и собираем теперь наш опыт по работе в области публикационной болезни коллеги пойдем мы начали установить прямые контакты с инвекторами ряда журнала которые так и иначе у нас на руки предоставят нам много одновременно мы сейчас готовим на сетябре 16 года специальный выпуск топового гурнала бритис дробов украшения технологии посвященной россии 10 статей условия что не только казалось но половина статей будут наши это будет причем первым этого гурнала посвященной россии поэтому такие прямые контакты предложения вектора к нам они имеют достаточно большое значение и вот буквально новость последних двух недель редактор этого журнала с которым мы очень тесно сотрудничаем Николай это очень серьезно издательство поэтому я думаю что издательство 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 но по крайней мере он видит в этом перспективу и сайт наш что у нас деланы они нужны именно с тобой наверное мотиватор который вы это делали и мы хотим это наверное первый опыт он будет со редактора нашего журнала с какой позиции это важно все-таки нам нужны международные стандарты эволюционно мы должны это научиться но после пока этого не знаю если нам будут учить рекомендовать я думаю мы через 2-3 года мы вырастим это как скрути что-то мы не можем купить сейчас 100 баллов редакторов он просто к нам не поедет но он еще может проработать несколько лет у нас то есть ну я думаю понесет нам очень большую пользу вы знаете это огромная ниша поскольку все время у нас идет омолаживание коллективы и так далее у нас законодательный рекламин ухода на пенсию после выхода на пенсию нет как это параметры в западном университете это и везде и не только в университете и в Японии и в Европе если ты достиг возраста вот бурик народ это норма 65 лет это крайне 40 но эти люди достигшие этого возраста недавно крыловый сельф прощались с нашими коллегами которые возглавляли ДНД он отвечает просто я говорю а в чем это связано с вашим подругой извините с биологией вот мы состарились мы уходим на пенсию мы просто не имеем права законодательно работать может быть где-то мы на то приходимся в качестве консультанта надо находить таких людей с огромным опытом с раскруткой эти люди могут еще лет поработать тем более у нас после 60 фашистов профессоров уже после 60 да чего здесь такого нет господин праж будет работать консультантом и со редактором нашего журнала думаю это хорошая работа более изогромно будет работать его рекомендации очень важным и его продолжать будет за реальные деньги за реальные деньги пожалуйста люди продлевают свою профессиональную жизнь многие в другие страны в целом приезжают у нас профессор коннольд он куда собирается тоже куда-то в азиатскую форму да тайвань собирается из японии а тайвань в японии ближе то же самое касается и профессоры которые можно работать в клинике не обязательно надо собирать поле то есть урожай как из собственного поля здесь по-моему сока пожалуйста еще один момент это в каждой инвестиционной коллегии в фурналах индексируем два грамот срок это приносит результат в каждом сколько публикаций мы уже вложили на 16-й год и поэтому присутствуют коллегии на данном слайде которые входят в инвестиционную коллекцию но их надо еще увеличить следующий момент вот здесь конечно я бы хотел получить совет в том плане что публикации разные есть они категории есть публикации проходные я в первую 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 получаются насколько нам нужны эти массовые публикации иногда возникает смысл что надо концентрировать только на хорошую публикации но опять-таки ситуация с рейтингом показывает что в принципе каждая публикация по слоев цена поэтому мы решили купить несколько зайцев мы грани вон то есть есть журналы безусловно проконны где мы просто делаем количественные показатели есть журналы более качественные в этой связи наш отдел который мы создали публикационные поддержки во-первых он занимается поиском таких журналов ведет переписку то есть размещаем специальные выпуски потому что мы в единичном плане показатели 100 публикаций в год здесь пока очень сложно а у наших областей летом каждый преподаватель получил задание подготовить одну статью и направить выбранный журнал из раздела ведет мы отправили 106 публикаций и коллеги ну к сожалению 10% публикаций дали свой результат получать они были приняты но тем не менее это тоже он не совсем может быть эффективный но тем не менее он имеет место теперь публикационный тот момент на который нам рекомендовали обращать внимание где же всего в плане публикаций это публикация в журналах которые имеют достаточно высокий рейтинг в списке Саймага и вот то что мы имеем на 2016 год то есть 73 статьи у нас сейчас уже фактически опубликованы и 133 статьи на 8 публикаций это не только публикация нашего института потому что сейчас мы взяли на себя кредитационную миссию и родители в карточном и другие подтвердят что мы всегда предлагаем в статье в тот или иной журнал если они имеют место поэтому здесь наверное эту кредитационную функцию которую мы хотим на себя взять в равных сайт она уже реализуется и категория журнала обратите внимание в том плане что в принципе они достаточно неплохие у нас в этом году правда произошел мы просили о webbox саймсу ни одной публикации у нас нет но это связано с достаточно длительным сроком верификации тех пользователей которые они были сделаны но они не были верифицированы с другой стороны саймсу потому что саймсу больше ориентируется на срок то есть насколько это практично может быть не стоит чтобы надо спрятать время и деньги на публикации новых сайтов сомневоле вы понимаете что для реагментариста такая задача категорически не ставится теперь наше предложение в части по развитию продвижационной политики это создание междициплинарных групп я думаю в авторсайм мы это будем делать для этого нужны ресурсы мы пытались это сделать в прошлом году но когда приносит какую-то публикацию профессор достаточно недоработан и говорит размещайте просто-напросто но это тоже не делать если мы создадим центр который я скажу в последствии мы наиболее ситуацию решим это биологи и предъявленных нашим институтом психологам нашего института то есть нашего спириального университета предметно трейтингов продвинуться никакой перспективы практически не да потому что во-первых они маленькие очень и там продвигаются те кто работает на грани медицинской психологии прежде всего общая психология дженерал-психологи она несколько огромные позиции имеет поэтому мы сейчас стараемся наших психологов запрыть на область педагогической психологии которая инвестируется опять-таки в системе education получается блоки education и такой опыт у нас уже есть еще один опыт который наверное мы должны расходить на весь университет в прошлом году когда мы просто ну продуктивность преподавателя мы не были одной из двух хороших статей просто невозможно сделать больше но как мы из этой ситуации вышли в рамках реализатора педагогического гранта у нас сформировалась сеть с пятью партнерами мы просто предложили им нашу помощь в наши услуги мы дорабатывали присланные им статьи мы их редактировали мы их переводили мы их размещали публикация шла на два учебных заведения но в данном случае единичка приписывалась и нам и им получается это достаточно выгодно но таким образом мы заобновили на себя несколько университетов даже герденовский университет у нас есть первый уже опыт российское академическое образование они к сожалению в этой сфере еще пока полностью безграмотны но исследования которые были публикуемы у них делаются поэтому вот такая регуляция она достаточно важна я думаю это касается не только там сферы педагогики начальнием образования но мы можем это сделать филологии можем сделать с экономистами да мы можем это сделать как раз так то есть опять-таки очень быстро нарастить количество качественных статей потому что повторюсь ну наверное мы будем более одной хорошей статей для гуманитария года которого имеет куберическое основание сделать очень-очень сложно поэтому вот эта схема у нас она сейчас создана следующий важный момент на который обращал внимание Дарья Сергеевич это международная коллаборация вы знаете один из качественных показателей это статьи сделанные за рубежными коллегами коллегами если мы раньше практически таких статей не имели то сейчас такие партнеры у нас имеются и по-моему последние данные 25% статей по разделению их благодаря этим преднаправленным действием они делали международные лаборатории это очень-очень неплохое показание еще один момент связанный вот такие которые используются во всем мире существует центр организации которые кооперируют внутри себя несколько вузов и создает систему перекрестного цитирования у нас пока работа находится на грани российского цитирования но когда цитируют друг друга вузы это ведь не просто наемная формальная работа дело в том что эти труды изучаются на них ссылаются и вот когда мы попадем в такие глупы а сейчас мы и вокруг себя ее формируем это наверное тоже перспектива у нас мы уже стали развиваться но к сожалению политические события связанные с Турцией организация зарегистрирована в Ангаре нас пока позитивный опыт в этой сфере прервали увеличение индекса это создание системы внутри вузовского цитирования уважаемые коллеги ну где-то сейчас у нас уже порядка 50% преподавателей имеют индекс хиршер у нас есть лидеры да понятно что мы сами растим этих лидеров которые имеют индекс хиршер уже до 9 но даже последний опыт оформления заявки по САЭ он показал что такие люди нужны и поэтому вам своего института мы сейчас определяем нашим лидерам за которым мы должны работать остальные получаются надоложны взращивать вот этих звездочек которые затем будут нас позиционировать поэтому эту работу мы продолжаем и будем развивать что касается института у нас уже сейчас по институту он представляет лидерам ну я думаю мы прибыли сильнее практически я завершаю следующий момент который говорит о продвижении статистик статирования то есть на этот год посмотрите если одной из самых слабых таких точек у нас было по-моему два года назад 0,2 да по-моему сейчас мы имеем 1,43 вы знаете что единица это уже для нас хороший пороговый свой выбеж и поэтому здесь мы это готовы принимать следующий момент касающийся движения в ритмахе это репутация работодатель для нас пока в ритмахе против в чем я честно признаю кто нас может оценить мы в Англии не работаем там в Германии но тем не менее есть в заключении очень такой интересный привести такие там результаты мы мы поменяли всегда врачи что мы вторичны для университета но и в Ритане ситуация аналогичная и поэтому ссылая на нашего друга Джамиля Салми хочу процитировать его слова способом быстрого достижения улучшения и развития университета является введение значительных инноваций образовательных программ и методики обучения в этой связи вот те мероприятия которые наш университет в рамках проекта по модернизации образовательного процесса сделал за последние два года это и аудит образовательного процесса качество образовательного процесса мы провели его в ЕГИС и Айрд Фарик подтвердит наверное что он достаточно эффективен сейчас запросил институт геологии и нефрегазов и физологии на очень другие колени стоят то есть это достаточно полезно я думаю без этого видно можно провести постепенно весь университет и в следующий момент мы создали еще одну рабочую группу мы беседовали уже с коллегами из департамента образования и наверное присвоим на счет наших общих семинар о организации график учебных процессов и о том что у нас полное понимание в этой связи существует так и закручение коллеги если дай бог получат учителем 21 века получим мы имеем программу как мы будем развивать что мы будем делать и поэтому главная задача ставить это поддерживание бритвы через улучшение качества исследовательской и образовательной деятельности поэтому мы могли помочь то о чем я говорил применительно к нам к институту мы могли то есть подходить на весь уровень тогда наверное используя всех нас достигая коммунитивной идеи мы бы действительно в этой области могли очень хорошо ходить потому что все условия для этого есть спасибо за внимание спасибо большое за участие в увеличении публикационной активности я думаю буду специально объединить контракты с директорами где есть определенные подготовки учительских кадров критерия когда будет директор тоже зависит от коллекции публикаций именно в области детишек пропорционально количеству людей которые они получили качество штатных единиц когда происходило форматирование университета полного качества если вирситут физики перешел я условно говорю к рецеподавателю если это был который занимался подготовку учительских кадров мы должны отдавать себе отчет насколько качественно они участвуют в процессе готовили четыре физики но под тем исследованием которое ведает области которые отражают их реальное исследование именно на области и в итоге преподнесения материала программами дистанционных курсов онлайн курсов они должны привнести что-то новое а не пытаться работать и ставить заново физик методом по поэтому мы еще вернемся к параметрам дорожного картина и изменения пассет еще Следующий момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, мне однократно сказать, что если мы выигрываем эту ставь, мы все равно какую-то сумму получим. И внутри какая-то сумма будет распределяться, но я по крайней мере на это надеюсь, если будет объективная оценка нашей деятельности. Не может быть так, что мы международов коллеги не продвигались, международов, когда мне сказали, что эти ребята вообще плохо работают, мы продвигаем ставься намного больше, чем в процентах, которые вышли на свою очередь. И считаем, что это не очень байно. Я думаю, что когда публикуют там 20-21 чисто предметы эти КОЭС, у меня есть такая убеждена, что порядок предметов, они должны были там представлены, как минимум 3-4 предметы. Поэтому я надеюсь, что сумма будет потом нормально распределена, и это направление нам нужно. Медицинское направление уже получило достаточно угрозное подтверждение ресурса в предыдущие годы, и сегодня нужно начать делать отдачу. И более того, мы надеемся, что по медицине осенние еще будут грабки, когда мегакомплей или, как мы его называем, субсидия на прорыв ноги. Там будут докладывать сами учебы. Если господин Резванов, как пример, говорит, плохо там доложится и международный совет решит, ему не давать денег, значит, такова была позиция международного совета. И все это будет касаться других. Но подготовка учительских, вот это направление, в такой трансформации дорожной карты или другом, она обязательно будет присутствовать в университете, и мы это направление, хотим или не хотим, будем в обязательном порядке развивать. Это наша миссия, кроме нас, учителей готовим яху, и проанализировав, как развиваются педагогические вузы, не находящиеся в составе классических университетов, еще раз подтверждает этот анализ о необходимости работы в этом направлении, и что мы в этом направлении, как минимум, стране, можем и пить. При любом раскладе, имея те позиции, которые мы в самом начале озвучили, так, когда отвечают на вопрос, почему именно это дешевый, должен быть, как всегда, восстановленная ситуация в академической единице. Продолжение следует...